Почему вы постоянно говорите, что много читаете? Это разве важно? Друзья мои, читать очень важно. Я не читаю, вот, читать. Я слушаю аудиокнижки. Очень много. Почему? Потому что для меня важно, вот, нельзя брать идеи, нельзя брать знания ниоткуда. Слово вообще. Вот, люди не рождаются, то есть, вот, у нас есть некие источники. Я не читаю новости, я не смотрю телевизор, я не смотрю то, что мне может, то есть, у меня цифровая елена, то, что может мне повредить. Повредить и сбить мой фокус, да? Потому что пока сейчас все поддаются панике. И что делать? Я знаю, что делать. Огромное количество людей сейчас занимается производством контента в большом объеме. Почему? Потому что сейчас суббота, и мы тоже работаем. Почему? Потому что сейчас пока наши конкуренты вместе, там, думают, как заработать, там, что будет дальше. Я не могу на это повлиять. Я не могу на это повлиять, и у меня уже пошел этап, не то, что я уже принятие, я уже принял то, что это будет вирус. Возможно, даже готов к тому, что он будет не один, что карантин будет он до двадцать пятого года. Я думаю, что делать прямо сейчас. Почему? Потому что я сейчас живу в парадигме не кем я хочу быть после, а кем я хочу быть во время, кем я хочу быть сейчас. И вот эти книги, которые я читаю, это не обязательно художественные. Это бывают бизнес-книги, да? Есть подписка хорошая на MyBook, и там очень классно выходят аудиокнижки постоянно. Поймите, вот что… Как это у меня? Человек взял и свой опыт запаковал в три часа или там в пять часов аудиокнижки. То есть он поделился своим опытом, своими наработками и запаковал. То есть я могу взять опыт человека, если он достойный человек, да? И прочесть его за пять часов своего времени. То есть я за пять часов времени возьму опыт человека, который набирался годами. И потом сразу важно, сразу смогу его применить. Вот взяли, применили и это работает. Книги, они очень часто бывают, я интуитивно всегда начинаю читать. И даже если хорошие отзывы, я мало читаю, потому что как бы есть вот цепляет, либо автор не цепляет. Допустим, есть книжка, так и называется Ниссы. Вот отличная аудиокнижка, да? И там же вторая часть называется Ниной. Вот это книжки, которые заряжают меня позитивом, заряжают меня тем, что люди даже в сорок лет сидевшие и работавшие в Макдональдсе уже к сорока, там девяти годам начинают проводить и зарабатывать миллионные консультации. Вот это в том то, что заряжает и показывает то, что как надо и к чему, что так бывает. Причем это реальные люди, не какие-то аморфные, там не покажу, да? А реальные люди, то есть читаешь их историю. Опять же, читаешь какие-то советы других людей, которые уже пережили это. И я вам очень рекомендую, причем у меня большой, я думаю, большой словарный запас. И это тоже мне помогает книге. То есть, когда вы читаете книги, слушаете книги, там речь уже, понимаете? Книга – это речь, которая выявлена редакторами и корректорами. Там нет лишних слов. Потому что я раньше не понимал долго, почему в моей речи присутствует очень много слов таких «да», «ну, я вот», там, или там, «а вот еще», «да», «да», тут я через слово говорил «да». И у меня было сознание того, что я где-то это подцепил. А потом я сейчас, когда слушаю людей, которых я и раньше слушал, да? Это там Шендерович, это там, Лобковский, это там, ну, много людей слушаю, да? И я понимаю, что у них через слово «да», 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 «да». То есть мой мозг фиксирует то, что эти люди говорят правильно, мне это нравится. И формат их разговора цепляется мне в память. И я считаю автоматически, что это все так и должно. Поэтому читайте книги. Книги дают вам, вот реально, вам книги дают то, что вы сможете применить. Неважно, вы поймете потом со временем, хорошая книжка, плохая. Не читайте трэш, вот «Данцовые», там, не знаю, вот это все, «Улица фонарей», вот такое не читайте. Вот читайте то, что вам может дать либо крутой словарный запас, какие-то крутые фразы, да? Либо какие-то крутые инсайты, какие-то крутые советы, вот условно огромная масса того, что вы можете сказать, у вас жизнь одна. И вы, используя чужой опыт, можете этим опытом, применяя, экономить свое время, деньги и силы. Почему? Потому что многие, но важно, чтобы книги писали те, кто уже добился чего-то. Не просто вот какие-то «Книга ради книги», да? Потому что сейчас многие выпускают книги, там, «Личный бренд» и приходят, «Я хочу личный бренд», и там у них такой чек-лист, да? Надо сделать там три книги. А какие книги? А кто там читает? Вон, напишите, что книга и нормально, да? Ну, действительно. Потому что, если тебя не знают, тебя не читают, но автор пяти книг. И причем, когда ты сам у себя купишь еще эти книжки, да? И напишешь сам все еще отзывы, то назовешь автор пяти бестселлеров. Тоже звучит прям хорошо. Люди же не разбираются, особенно русские, там, что за бестселлеры, какие авторы книг. Потому что для многих, для поколения моих родителей автор книжки – это было такое прям писатель. Поэтому, друзья, что я вас призываю? Читайте книги, фокусируйтесь на настоящем и думайте о будущем. Вот живите в настоящем и фокус держите на будущее. И тогда у вас будет все классно. Читайте книги, с вами будет все хорошо. Пара-пара-пам.